Приветствую вас, перво-наперво хочется сказать, что вы не формулируете никакого вопроса к психологам, то есть вы просто поясняете суть вашего текущего состояния, поясняете свои переживания, вот, типа, что волнуетесь там за детей, да, вот, своих, и, в общем-то, это понятно, что вы переживаете. Это понятно, что вы переживаете. Вопрос заключается в том, что решение, как договор, у вас уже принято, вот, оно у вас уже есть, это решение. Смущает вас только то, что вы переживаете с детей. И вот здесь заключается, самый, наверное, деликатный момент, потому что на одной из чаши весов идут дети, которые что-то теряют, от того, что вы расстанетесь с отцом их. А в другой чаще весов стоит то, что они приобретут. Если вы, опять же, расстанетесь с отцом их. И здесь, опять же, я не верю, я не верю в то, что вы не можете не чувствовать, и вы не можете не знать, что вашим детям будет лучше, если вы расстанетесь, потому что негатив, который у вас есть, проблемы между вами, которые у вас есть, и не могут на детей не влиять. В убийстве, что никаких чувств не осталось, никаких позитивных эмоций, вот. Один негатив и критика с его стороны, да, они выступают только как удобно ему. Но, знаете, совершенно очевидно, да, что это является негативом и для детей тоже. Поэтому, его критика, его отношения тоже для детей является проблемой. Вот. И, действительно, если мужчина такой принципиальный, такой своевольный, то он, возможно, не захочет даже с ребенком, с вашим, налаживать какую-то вот, ну, какую-то связь, да, какие-то отношения, он не захочет налаживать. Потому что, будет считать, что, раз вы ушли, то, ну, что вы же и виноваты в таком, ну, в таком случае. Вот. Понимаете? И, к этому, безусловно, вам, конечно, желательно быть готовой. Потому что это та реальность, которая вполне себе может быть у вас. Но, если вы, на самом деле, движимы тем, что будет лучше для вашего ребенка, если вы, на самом деле, движимы этим, то выбор очевиден. Потому что, что происходит сейчас, на него влияет гораздо хуже. Но вы переживаете. И я так полагаю, что подозреваете, переживаете вы не из-за ребенка, а из-за себя. И, вот, именно, что-то в себе, что-то в себе вам не нравится, что-то в себе вы боитесь, чего-то в себе вы опасаетесь. Как я думаю. Переживаете вы не за ребенка, а переживаете вы за себя. Потому что, да, ребенку будет нелегко, нелегко, но то, что он получит, в результате, в результате вашего доставания, гораздо, 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 полезнее для него, чем то, что, ну, то, что он получает сейчас. Понимаете? И, вот, знаете, Ирина, я, вот, опять же, исходя из собственного опыта, не уверен в том, что вы готовы менять что-то сейчас. Я не уверен в том, что вы готовы что-либо менять, я не уверен в том, что вы действительно готовы принимать решение. То есть, да, морально расстаться вы готовы, морально, морально. Но, всегда будут какие-то события, всегда будут какие-то аргументы в пользу того, чтобы не расставаться с мужчиной. И вы можете всегда обрадоваться тем, что это ради ребенка. Так поступают очень многие люди, очень многие женщины, не желая уходить от своих мужчин. Понимаете? Ведь то, что вы наивно полагали, что человек изменится, да, это вот я вас, ну, я просто цитирую вас, то, что вы говорите, что наивно думаете, что поменяется. Вот. То, что вы наивно полагали, что такая ситуация произойдет, тоже чем-то обусловлено. Вот. У этого тоже есть какие-то, ну, какие-то основания у данного аспекта. И я не уверен в том, что они исчезли у вас после того, как вы, допустим, стали мамой, или после того, как, там, допустим, вы поняли, что мужчина не изменится и так далее. Вот. Ребенка, ребенок у вас родился не в браке. Это тоже, это тоже свидетельствует о определенном подходе к отношениям с вашим. Не говорю, что он плохой. Не говорю, что он плохой. Вопрос в том, насколько он вас удовлетворяет, насколько он вас устраивает этот подход. Судя по тому, что вы пишете, ну, наверное, не особо. И вот в этом заключается основной момент разрешить ваши противоречия. Во-первых, разрешить противоречия в том, что вы считаете, что уйти нужно, во всех отношениях вам полезно, но переживайте, как вас примет ребенок. При этом не переживайте, как ребенок вас примет то, что вы несчастливы, например. Да и отец ваш тоже, ну, не ваш отец, а его отец тоже не самый счастливый очевидный человек, да? Ну, то есть, как это ребенок вас примет, вы не переживаете. Но переживайте то, как он вас примет то, что вы расстались. Хотя ему два года, и ему это, ну, пережить ему это будет гораздо легче, если бы он был там более старшего возраста. Вот. По крайней мере, он увидел бы, что, почувствовал бы, что вы не боитесь менять свою жизнь ради того, чтобы быть счастливой. Вот. То есть, это первое противоречие. Почему вот вы на одну, грубо говоря, чашу весов, да, ставите вот, значит, такие вот вещи, вещи, да, вот. На одну из счастливых лицов вы ставите ребенка и, соответственно, свое счастье. Вот. Как будто бы ради ребенка вам нужно жертвовать собой. Вот. Это момент такого плана. Такого плана. Вот. С другой стороны, надо бы поисследовать то, как вы вообще в этой ситуации все оказались. Чем вы руководствовались и, соответственно, ну, что вы хотели. И откуда, откуда взялась вот эта вот наивная вера в то, что человек изменится. Потому что, опять же, это из ниоткуда не взялось. Понимаете? Вот. И это, так же, нужно исследовать. Сейчас просто известно, что получит ребенок от того, что вы расстанетесь и что потеряетесь. Что получит ребенок от того, что вы расстанетесь в смерти и что потеряетесь. Здраво. И посмотрите, что для вас важно, что вам важнее. Вот и все. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Я행. Но выпустим. Продолжение следует...